Валерий Лимаренко 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 Это пибимбаб и чимчи, по-моему. Ну и, естественно, мы сами попробовали множество разных. И фастфуд местный, и пянцы. То, что кажется нам привычным, восхищает гостей. Туретическая программа, предложенная Сахалином, оказалась самой востребованной. 79 регионов из 85 субъектов стали ее участниками. Впечатлениями делились в обстановке неформальной и максимально дружеской, за накрытыми столами. Аппетитные нотки завершающего аккорда визита на Сахалин еще не раз напомнят о том, что Сахалин – сбывшаяся мечта, встречу с которым захочется повторить. Пятый по счету заезд группы отдаренных гостей – не последний. Программа продлится до осени. Добрые дела на благо подрастающего поколения. Интерактивы и праздники – это лишь малая часть того, что может сделать жизнь детей немного красочнее. А если добавить развивающие и интеллектуальные задания в игровой форме, а также подарки от партнеров, то получится мероприятие, которое устроили недавно в группе компаний «Те-зона». Ряд предпринимателей Сахалина взяли на себя часть забот семей в трудной жизненной ситуации. Регулярно оказываем помощь социально защищенным своим населением. Но мы решили сделать больше, чем просто подарить подарки этим деткам. Мы решили сегодня устроить для них праздник, для того, чтобы они этот день запомнили надолго. Мы подготовили для них активность, мы подготовили для них четыре интерактивные станции. И они смогут провести время в течение двух часов, поиграть, программировать роботов, прикоснуться к веку информационных технологий. У нас проходит индивидуальная работа с семьями, которые имеют низкий доход. И вот у нас мы, кроме того, что еженедельно с губернатором встречаемся с такими семьями, помогаем им различными мероприятиями. В первую очередь, конечно, мы устраиваем на работу таких, тем, кому это необходимо. Помогаем медицинским обследованием, также начисляем какие-то меры социальной поддержки, может быть, о которых люди ранее не знали. А здесь сегодня проходит замечательное мероприятие в рамках нашей программы. В детских квестах приняли участие 12 семей из разных районов Юга Сахалина. Каждый из родителей или уже был на приеме у губернатора и просил помощи по какой-либо проблеме, или еще только планирует попасть. Но все они заботятся в первую очередь о детях, равно как и правительство региона. Губернатор мне помог, чтобы я устроилась в бюджетную организацию. Вот сейчас работаю. И так как мы были у губернатора в апреле месяце, вот сказали, нас пригласили на праздник после этого. Я занимаюсь боксом, занимаюсь тэквондо, занимаюсь спортом, занимаюсь рисунками и хожу на юнармию. Я хочу пойти в ВДВ. Я хочу, потому что моя мечта – прыгнуть в самолеты с парашютом. Я это еще с детства мечтаю. Мы делаем это для того, чтобы сделать такую большую систему работы. Существуют семьи, которые нуждаются в помощи. И существуют люди, которые нуждаются в том, чтобы заниматься подпредельными деятельностями. Это, скажем так, порыв души, это образ жизни, это культура. И мы эти два процесса пытаемся соединить. Таким образом вовлечь как можно больше бизнесменов в этот процесс. Для того, чтобы они, то есть эти бизнесмены, стали лучшими. И заодно и поддержали людей, которые, серии, которые тоже, на котором живы, и жизнь достойна этой условии. Дети не только весело и с пользой провели время, но и получили подарки от меценатов. Портфели, школьные принадлежности и компьютеры, чтобы проблем с учебой больше не возникало. Артём, здравствуйте. Добрый день, Светлана. Тему самозанятого населения мы уже поднимали многократно. И сегодня хотелось бы поговорить, а что может ограничить человека в получении статуса и, естественно, возрастная категория. Кто уже может стать самозанятым? Самозанятость – одна из удобнейших категорий для начала собственного бизнеса. И ограничить может только ваш рост, ваше развитие, после которого вы должны будете стать ИП. Например, если ваш годовой оборот превысит 2,4 миллиона, тут уже, конечно, новый статус требуется. Или вы решите взять себе наемных работников. Тогда вы тоже не можете продолжать деятельность как самозанятый и обязаны зарегистрировать либо организацию, либо индивидуальное предпринимательство. Со скольки лет? С 14 лет. И это удобно для подростков, у которых глаза горят, которые чем-то занимаются, может быть, рукоделием, которые готовы заниматься репетиторством, может быть. И они могут зарегистрироваться, попробовать себя как уже предприниматели своего рода. Особенность в том, что нет никакой отчетности, и по факту этот режим построен на доверии. То есть вы показываете те доходы, которые хотите показывать. Это удобно, особенно для ребенка. И я бы здесь рекомендовал родителям поддерживать такие идеи своих детей для того, чтобы они уже с такого возраста входили во взрослую жизнь, пробовали, проверяли, учились продвигать свои услуги и зарабатывать деньги. Все-таки мне кажется, что 14-летние подростки, наверное, не в состоянии справиться с таким объемом информации и поставленных задач. Вы уверены в том, что они сумеют вынести на себе это время самозанятости? Сейчас на базе Сахалинского центра «Мой бизнес» действует сообщество самозанятых, уже более 600 человек, которые во взаимодействии друг с другом с нашей помощью, с помощью других государственных органов развивают свой бизнес и находят необходимых партнеров, продвигают свои услуги. Очень интересная история, я бы рекомендовал присоединиться. И тоже могу анонсировать, в июле мы традиционно для школьников, для учащихся 9-11 классов запускаем азбуку предпринимательства. По факту это полноценный курс, который мы проводим для взрослых предпринимателей, начинающих, но с уклоном на школьников. И это уже третья или даже четвертая подобная азбука будет. Ребята выходят с проектами, ребята знакомятся друг с другом. И вот бери и делай, что называется, бизнес-проект. Очень хорошая история. Анонсируй, следите, пожалуйста, за нашими новостями. А нередко в социальных сетях встречаются такие комментарии, что «Ой, у меня так хорошо в тени, я не собираюсь выходить в свет и оформлять статус и раскрывать свою деятельность». Вот что вы об этом думаете? Выгодно ли выходить из тени? Тут выбор, наверное, индивидуальный для каждого. 4% налога – это достаточно небольшой налог, но при этом нести и брать на себя риски какие-то за незаконное предпринимательство и тому подобное. Не претендовать ни на какие меры поддержки. Можно так работать. Можно работать просто как физическое лицо, как будто вы друзьям товары продаете. Но я бы рекомендовал все-таки посчитать, взвесить за и против и зарегистрироваться. Более того, если вы не можете посчитать или вы хотите как-то на перспективу прикинуть свои затраты, доходы, здесь наш центр может предложить услуги по построению финансовой модели. То есть, когда вы месяц за месяц можете спрогнозировать свои денежные потоки, запланировать вложение денежных средств, возврат этих денежных средств и уже более четко двигаться к вашей финансовой цели. Возможно ли законодательство обновилось в связи с последними событиями ограничений санкционных? Что-то новое предлагает наш закон самозанятым? Из нового могу анонсировать еще один интересный продукт для предпринимателей до 25 лет включительно. В ближайшее время мы начинаем отбор таких предпринимателей на получение грантов. Гранты – это невозвратные деньги, то есть вы их получаете от государства безвозмездно на условиях софинансирования. То есть 25% вносите вы, 75% до 500 тысяч рублей софинансирует государство. Деньги эти можно направить на начало бизнеса, на развитие собственного бизнеса. Это и покупка оборудования, и франшиза, и аренда, и прочее-прочее. Обязательным условием здесь является пройти обучение от центра «Мой бизнес». Мы его планируем в июле, в августе мы объявим этот конкурс. Спасибо большое за интересный разговор. Спасибо. Ну, бабуля, я все купила на праздничный стол. Сок, вода, хлеб, макароны. Макароны? Для чего же картошку готовлю? Ты чего, бабуля, ты же не обычный макарон. Это французский десерт. Наши местные ребята делают. Держи, попробуй. Вот такие макароны мне нравятся. С днем. Максах. Мы не продаем десерты. Мы дарим эмоции. Как избавиться от потерь и работать эффективнее? Станьте участником национального проекта «Производительность труда» и получите бесплатную помощь экспертов в области бережливых технологий и всестороннюю поддержку государства. Региональный центр компетенции в сфере производительности труда. 8 800 222 0123. Развивать свое дело выгодно. Государственная поддержка предпринимателей в центре «Мой бизнес». Микрозаймы от 4% годовых. Начинающий бизнес, легкий старт и развитие. Выбери свой. Для действующего бизнеса действует ставка от 7% годовых. Микрозаймы для самозанятых и социальных предпринимателей доступны под 4% годовых. Консультация специалиста по телефону 8 800 222 0123. Есть вопросы по качеству коммунальных услуг? Недовольны состоянием дорог? Хотите внести предложение по работе общественного транспорта? Примите участие в ежегодном опросе на сайте губернатора и правительства Сахалинской области и на сайтах муниципальных образований. Нам важно мнение каждого. 12 июня – День России. В этот день в 1990 году была принята декларация о государственном суверенитете. Тогда еще РСФСР. А ровно через год россияне впервые прямым открытым голосованием выбирали президента страны. Так начиналась новая эпоха в истории России. Эпоха демократических преобразований. Вы стали родителем. Тогда вы должны помнить, что ребенок – это зона вашей персональной ответственности. Организация его безопасного отдыха и развития. Дома, на улице, на природе. Его безопасность в транспорте, на воде, в местах общественного пользования и публичных местах. Дорогие родители. Организация безопасной среды обитания вашего малыша и присмотр за ребенком. Ваша первейшая забота. Единый номер вызова экстренных служб – 112. Нет проекта, нет стройки. В городской мэрии приостановили согласование расширения мини-маркета в планировочном районе Дальнем. Ранее собственник заявил, что нынешнего пространства не хватает, чтобы разворачивать торговую деятельность. Но чтобы провести реконструкцию, нужен дополнительный земельный участок для обустройства парковочного пространства, зоны погрузки-выгрузки и другого. Дополнительную землю предприниматель может получить через аукцион. Но у администрации есть условия – проект должны согласовать жители. Мы сейчас для того, чтобы участок был уже готов, сформирован, предоставляем условно решенный вид департаменту землепользования. Но проводить аукцион до момента, пока мы не согласуем собственнику седнего земельного участка тот план благоустройства, реконструкции, который он задумал, проводить аукцион мы не будем. То есть в данный момент собственник оповещен, он готовит проект благоустройства, где он покажет, как изменится территория существующего магазина. Группа «Аэрофлот» на 25% снизит стоимость плоских тарифов на беспосадочных рейсах между Москвой и городами Дальнего Востока. Билеты со скидкой можно приобрести до 30 июня, а перелеты в Владивосток, Петропавловск, Камчатске, Хабаровск, Магадан или Южно-Сахалинск нужно совершить до 31 октября. Авиабилеты Южно-Сахалинск-Москва и Москва-Южно-Сахалинск в одну сторону для льготной категории будет стоить 5 475 рублей, для остальных жителей ДФО – 7 650 рублей. Это рейсы России, аэрофлот там чуть дороже – 12 190 рублей. В Ахе вынесли приговор водителю, сбившему насмерть 83-летнюю Сахалинку. Напомню, трагедия произошла 1 января этого года. 39-летний местный житель, управляя японским внедорожником, на полном ходу снес пожилую женщину, которая шла по обочине дороги. После наезда он поспешил скрыться, а на работе рассказал, что повреждения на машине от сбитой собаки. Согласно приговору, за это преступление он отправится в колонию поселения на 6,5 лет. Экипажи самолетов смогут обезвреживать авиадебоширов. Такие нововведения накануне вступили в Россию. Члены экипажей самолетов смогут применять против пассажиров, которые хулиганят на борту, специальные средства сдерживания. Так, командир воздушного судна сможет отдать членам экипажа распоряжение принять все необходимые меры, в том числе меры принуждения, в отношении тех, кто своими действиями создает непосредственную угрозу безопасности полета и не подчиняется указаниям. Чтобы утихомирить авиадебошира, экипаж сможет использовать в том числе пластиковые наручники. Перечень этих средств и правила их применения в ближайшее время утвердит кабинет министров. На шикотане в ходе прокурорской проверки нашли генераторы, неспособные в случае ЧП, например, при отсутствии электроснабжения, обеспечить бесперебойную работу теплосетей сразу в двух островных селах – Малокурильском и Крабозаводском. Причина – в недостаточной мощности установленных генераторов. Об устранении нарушений законодательства прокурорам района, мэру Южнокурильска, внесено представление. Поскольку по результатам его рассмотрения эффективных мер к повышению мощности резервных генераторов не принято, прокурор Южнокурильского района обратился к соответствующим административным заявлениям в суд. Южнокурильский районный суд согласился с позицией прокурора, признал незаконным бездействие органа местного самоуправления и возложил обязанность обеспечить надлежащую организацию теплоснабжения путем оборудования автономными резервными источниками питания, установленной мощностью. Решение суда в законную силу пока не вступило. Фактическое устранение нарушений законодательства находится на контроле прокуратуры. Молодых сахалинок, подозреваемых сразу в нескольких преступлениях, разыскивает полиция Сахалинской области. Софья Мазур и Дарья Османкина проходят по уголовным делам за совершение краж и мошенничества. По предварительной информации, жертвами девушек стали несколько человек. Кто-то лишился денег, кто-то имущества. По оперативным данным, разыскиваемые могут находиться в южных районах острова. Всех, кто видел этот криминальный дуэт или знает, где они находятся в данный момент, просьба сообщить об этом по телефону, который вы видите на экране. Анонимность гарантируется. Анонимность гарантируется. Это самая эпоха в истории России. Эпоха демократических преобразований. Ритуальное агентство «Черная роза» возьмет все сложности, связанные с вашей утратой, на себя, предоставит прощальный зал и поможет вам достойно проводить близкого человека в последний путь. Круглосуточный телефон 29 3907. Развивать свое дело выгодно. Государственная поддержка предпринимателей в центре «Мой бизнес» Микрозаймы от 4% годовых Начинающий бизнес, легкий старт и развитие Выбери свой Для действующего бизнеса действует ставка от 7% годовых Микрозаймы для самозанятых и социальных предпринимателей Доступны под 4% годовых Консультация специалиста по телефону 8 800 222 0123 В подъезде твоего дома появляются грязные шприцы Ты знаешь, где продают отраву для молодых? Ты видишь, как распространяют зелье? Спаси жизнь Сообщи, где торгуют смертью Не будь равнодушным Вы потеряли работу и вам необходима помощь в ее поиске Или социальная поддержка в этот период? Обратитесь в Центр занятости населения Через единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений Работа в России С использованием сервисов портала Подготовьте резюме Подайте заявление на поиск работы Отметив, претендуете ли вы на пособие по безработице Вся информация о дальнейшем взаимодействии со службой занятости Будет доступна в вашем личном кабинете цифровой платформы Работа в России 12 июня – День России В этот день в 1990 году была принята декларация о государственном суверенитете Тогда еще РСФСР А ровно через год россияне впервые прямым открытым голосованием выбирали президента страны Так начиналась новая эпоха в истории России Эпоха демократических преобразований Спонсор прогноза погоды – мир кровли и фасадов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова